всем привет лет 20 сейчас посмотрю 24 апреля до пятницы утра нет полдесятого собираешь сейчас город ты 25 на делать там ступицу не можем просверлить все сверла грубо говоря говно так поступил вопрос от наших подписчиков опять по возвращаясь к нашим косилкам то есть какие плюс какие минусы но я уже говорил в чем ее плюсы то есть прокос очень качественной трактора ты практически не вылазишь она косит косит идеально косит хорошо косит много то есть беспроблемная косилка каких-то нареканий и ошибок у нее нет то есть сел и косишь забыв но минус это я вам еще раз говорю это то что волок то есть в начале сезона как бы когда еще влажность земляне после дождя приходится ворочать этот волок но у кого небольшие паши площадя то есть для себя там 35 коров я думаю что эта проблема решаема то есть прогреб два раза лишь лишь к и все не прогреб а проворошил перевернул поднял просохла и все разница с креном крен который разбрасывает сено один день то есть крен мы утром косим вечером если хорошая погода жарко то есть утром скосили вечером уже можно сгребать волковать то с такой косилка это происходит на следующий день то есть утром я скосил следующий день утра поехали где но не утром день в часам 12 поехали начали ворошить в часа в три а то и в пять уже можно ехать и как бы закатывать сено но у нас пресс-подборчик мы под него либо кип овальный то есть кип и делать так что вот так значит возвращаясь к вопросу в чем ее слабые места ну вот видно у нас уже вот это ухо натяжника приварено это она приварена потому что стояла она не на т25 стоял откосилка на т40 мне кажется он посильнее за этого вот такая проблема и возникла так еще вот эти места бывают лопают то есть я у многих видел они проварены сделаны но это скорее всего что опять же стоит на большом тракторе вот эта косилка у нас косит на т25 вот эту вот большую метр 85 взяли на мтз ну посмотрим то есть что будет опять много зависит от тракториста то есть как он будет косить сливать ее естественно можно что хочешь разорвать вот слабые места два понятно слабые места ножи но мы в прошлом видео говорили что вот стачиваться ее можно на то наварить и как бы продолжить работать но самое большое то вот эта вот часть держатель ножа она там что-то около 300 но может 500 рублей стоит то есть ее можно одну поменять если у вас 1 1 стерла стерла вот так вот меняется снизу на нижней скользящей тарелке там шесть или девять шестигранных болтов они ее держат открутили ее всю на бы кинули открутили ее поменяли вот эти два вставили держатель ножа новый и все и дальше то есть это решаемая то есть течение там трех часов 2 3 часов можно спокойно потом какая проблема если сильно большая трава то есть большое количество бывает вот эти вот ворота забивает то есть как бы не проталкивают ее эту траву вот в эти ворота это когда сильный густой большой волок у меня было это когда хлам весь пилили там старый стоял иван чай фига и он как бы в целом пуком влезал и проскальзывали вот эти вот ножи но опять же вот это лечится здесь наваривали некоторые люди арматуру и все это лечилось и она про успевала про их бросать это эту траву больше как бы особых нареканий я как бы по ней не скажу что у меня ломалась а да вот еще по кардану ведь как у меня стоит я не я складываюсь не отцепляя кардан то есть именно вот так то есть складывается она в одном положении то есть он кардан перри прокручивается в нужную позицию и тогда она в зад тягой складываться цепляется но прицепиться так проблемно то есть кардан прицепить сейчас проблема приходится и и в рабочее положение складывать цеплять кардан потом в транспортное раскладывать взад так что я не я цепляю кардан сразу здесь на базе и приезжаю в поле просто раскладываюсь начинаю косить но здесь пружинку сразу потерялась то есть и на то я не помню стоит не стоит что у нас ломалась ломалась у нас только из-за моей глупости по ремня ремни я подтягивал раза два больше оттуда не ли не лазил три сезона я уже вообще их не не менял и как они были так и есть запасы окупил но некоторые говорили что там за пол сезона они стирали все нет у меня уже третий сезон и ходят они без проблем и все натяжку сразу проверили посмотрели все сильно нагрузку не давали не спалили и будут ходить ломалась по моей дурости вот это втулка как-то она называется но здесь вот идет такое круглое как бы втулка ступицы не ступица но посмотрю там напишу здесь внизу как она правильно называется здесь идет вал шестеренка конической к этот вал и крутит эти две тарелки вот эта верхняя тарелка рабочая тарелка нижняя это скользящая тарелка значит на них также вот стоят две ступицы нижняя ступицы это скользящая тарелка вторая верхняя ступица это ступица рабочей тарелки вот это вот втулка большая у меня сломалась сломалась из-за того что центральным винтом она отрегулирована было неправильно и я засадил косилку поперек межи то есть она провалилась в ямину косилка и уперлась вот этим диском в землю а я еще газанул и как бы произошел облом этой вот этой втулки как правильно там называется скажу и все пришлось мне заказывать пол сезона ждали естественно блин в наличии их не было и все вот это я сломал пришлось мне полностью в сборе этот весь взять элемент стоил в районе 7000 ну тогда казалось как бы это дороговато но как она косит и что она делает это как бы нормально вот второе вторая проблема была да и на естественно я там сразу поменял подшипники кольца штопорные эти и все вроде а и пластмассную заглушку по моему поменяли больше ничего не лазили но когда меняли подшипники мы по своей опять же по своей дурости сломали тарелку скользящий тари сломали ступицу скользящей тарелки нижнюю то есть ступицу на которой нижняя тарелка ходит так как не увидели что там стоит два стопорных кольца стали тянуть съемником снимать и короче сломали уши с под болты именно этой нижней скользящей тарелки но опять же по глупости заказала она там в районе 500 или 1000 рублей стоило взял снова в запас кинул чтобы они валялись а и все что хочу сказать кто первый раз берет такую косилку надо обязательно возьмите с плюсом комплект ремней пускай они лучше будут у вас в запасе плюс я еще брал ножей но ножей я говорю я сразу взял там больше наверно четырех или пяти пачек так что в принципе я не знаю кто еще больше работал кто знает то есть поправит меня и скажет то есть какие еще проблемы у них так по этот плюс и минусы обсудили полностью не полностью кто-то больше знает каких-то больше нюансов встречался с этими косилками с двумя значит напишет в комментариях дополним сделаем и добавим увидим что вот эту косилку я три года назад четыре года назад на три или четыре года назад покупал то есть еще полукруг здесь уже квадрат идет то есть усовершенствовали они это не усовершенствовали это я еще как бы не знаю значит плюсы-минусы рассмотрели хороша-плоха но я говорил то есть она мне очень нравится и иначе бы я не купил бы вторую такую косилку по уходу что но весь уход ну я тут просто одно предложение какой уход да никакого уход значит изначально завода она идет залитая со смазкой то есть вот эти вот шестерни конические этот вал он весь там в смазке типа солидола либо какого-то синтетического там синтетической смазки но в общем там все корыто вот этот поддон весь вот этот он там смазки то есть по уровню хватает там смазывается все нагревается не нагревается это я но разбирал естественно полотно видел когда ставили вот эту втулки втулку тарелок то есть больше каких-то работ по этим косилка я не вижу то есть ну ремни снять какой еще обслуживание как он с ней на зиму снять ремни либо их ослабить все больше я никаких как бы таких не знаю нюансов которые требуют этой косилке кто знает пишите понравилось не понравилось ладно на этом все думаю будут какие-то вопросы пишите спрашивать посмотрим обсудим ну все всем пока